В Екатеринбурге посредь бела дня очень сильно нескучно было на нескучной улице, затерявшейся в полях между Солнечным и Екадом, а конкретно на парковке тамошнего торгового центра Аутлет, где опера городского АБЭПа, сотрудники 12-го ОПА и примкнувший к ним главный в наших широтах народный контролер Дмитрий Чукреев совместно хлопнули спиртоторговку Оксану Исаеву и изъяли из ее китайского болида Зотти Т-600 35 канистр с этиловым спиртом и 20 коробок с фунфарями. Итого суммарно из нелегального оборота было выведено 450 литров спиртяги. Это хорошо. Но плохо то, что бутлегерша Оксана успела позвонить более серьезному оптовому спиртоторговцу Евгению Козицкому и сообщить ему, что ее зашнуровали АБЭПовцы. В результате алкобарыга оптовик залег на дно. А предыстория у этой мощной полицейской спецоперации такая. Общественники из народного контроля, из закрытых телеграм-каналов узнали номера телефонов двух алкобарыг, которые нелегально приторговывают спиртом в 10-литровых канистрах и 100-миллилитровых фунфарях. Кроме номеров телефонов, ничего другого у народных контролеров на алкобарыг не было. Потому они поступили просто. Созвонились с обоими. Одним оказался Евгений, другая назвалась Ксенией. И с обоими решили работать параллельно. Сначала общественники организовали контрольную закупку у Ксении. И легко приобрели, типа на пробу, одну канистру со спиртом за 4300 рублей. И одну коробку с фунфарями за 2300 рублей. Что в принципе дорого. Ну, раньше считалось дорого. Видимо, сейчас как-то курс доллара, что ли, сказался. Или какие-то неведомые санкции. Параллельно по той же самой схеме общественники закупили у бутлегера Евгения две коробки с фунфарями. После этого народные контролеры, как всегда, обратились в АБЭП и началась полицейская операция. В рамках которой сначала у Ксении закупили 35 канистр и 20 коробок с фунфарями. После чего созвонились с Евгением и договорились на закуп 50 канистр с 95% этиловым спиртом. И вот, будьте любезны, первая фаза операции. С Ксенией стрелку забили на нескучной улице на парковке ТЦ Аутлет. Крашеная блонда подкатила на китайском болиде Зотти с забитым под завязку спиртягой. Ей за товар заплатили и даже сдали сдачу. Дальше в размере 500 и 500 рублей не возвращается. Подписи отказываетесь. Не подказываетесь? Позже. Подписи отказалась. Прошу понятые зафиксировать данный факт. Сейчас, отпишите. 1, 5, 2, 6, 1, 9, 3. 1, 5, 2, 6, 1, 9, 3. Как только Ксения, которая при ближайшем рассмотрении оказалась Оксаной, поняла, что ее крепанули абаповцы, она тотчас позвонила по телефону некоему человеку и доложила ему, что ее задержали. Опирая, естественно, телефончик вежливо изъяли. И прикиньте, каково же было их удивление, когда они увидели на экране умнофона номер своего второго клиента, Евгения, которого они планировали хлопнуть вслед за Оксаной. Оказалось, эти барыги были меж собой знакомы, да и походу работали совместно. Ну, видимо, очень тесен мир алкоторговли. Понятное дело, что тот самый Евгений залег на дно, затерялся вместе со спиртом, на телефон не отвечает. Но операм удалось выяснить, что клиентом оказался некто Казицкий Евгений Геннадьевич, который еще недавно, а судя по патриотической букве «З» на заднем стекле, вообще недавно перевозил спирт в белом микроавтобусе «Пежо Партнер». Он в свое время был учредителем ООО «Уральская фармкомпания» и занимался, как следует из документа, оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Но его организация уже три года как ликвидирована, а торговля спиртом продолжается, но теперь уже нелегально, бутлягерно. По нашим данным, именно Евгений Казицкий занимается деятельностью очень давно на территории города Екатеринбурга. Именно от его рук заполняются некоторые киоски и магазины города спиртом, а также подпольные цеха получают канистры с этиловым спиртом. Буквально на днях, когда мы пытались найти и искали распространителей спирта, мы нашли его телефон в интернете, который нам подсказали добрые люди. И именно он реализовал нам две коробки с спиртом со шкаликами по цене 2300 рублей за коробку. И как оказалось, это не случайно. И именно он был тем человеком, которому звонила Ксения, а по-настоящему Оксана, которую сегодня задержали, она звонила именно Евгению и пыталась просить о помощи, чтобы он как-то ситуацию эту отрегулировал. И именно у Евгения имеется фарматическая лицензия на оборот этилового спирта. Именно они каким-то образом выводят этиловый спирт в нелегальный оборот и потом уже продают предпринимателям за наличку. Известные автомобили, на которых они возят данную продукцию, а также фотографии. Мы это вам все показываем и надеемся, что их будут очень часто проверять сотрудники полиции. К сожалению, Казицкий, привет всем фанатам фантастического писателя Вадима Панова и его свежайшего романа «Столкновение». Казицкий с крючка Абэповцев соскочил. Но есть шанс, что он хотя бы на время заморозит свою противозаконную деятельность. Что же касается его коллеги по спиртоторговле Оксаны Исаевой, то у нее весь запретный плод из Зоти Т-600 изъяли. Полицейские и общественники совместно перетаскали все 450 литров спиртяги в полицейскую буханку. Ну и все это будет, конечно же, уничтожено. Еще один канал поставок нелегального спирта в прикрытых Екатеринбурге. Женщина занималась этим бизнесом достаточно давно, спокойно на своей машине развозила литровый спирт, танистры, конфорики, по киоскам, а также занималась автовыми продажами. Сколько нам известно, покупала эту продукцию на легальном предприятии, которое легально занимается спиртом. На левые конторы по безналу загоняются деньги, оплачивают этот спирт, а потом уже выводят его в нелегальный оборот. Спирт продавался по очень большим деньгам. За канистру, на больших 4400 рублей, за коробку с фонт-хуриками больше 2000 рублей. Изъято 35 канистр по 10 литров спирта этилового, а также изъято 20 коробок с фонт-хуриками, которые в будущем полагалось, что поступят на реализацию торговой точки города Екатеринбурга.